Всем привет! С вами Александр Добромиль и сегодня я хотел бы записать ролик с ответами на вопросы по диете. Очень часто в последнее время, видимо это было связано с пляжным сезоном, задавали вопросы по поводу диеты. Я выбрал наиболее часто задаваемые из них, наиболее популярные, наиболее может быть интересные. На некоторые вопросы уже так или иначе раньше отвечал, но отвечу еще раз, так как вопросы продолжают задавать. Видимо, людям все-таки эта информация нужна, поэтому кто уже знает ответ, может поднимать руку и отвечать. Не могу сидеть на диете, хочется сладкого и чем заменить сладкое? На самом деле, если вы только начинаете худеть, то есть у вас в рационе очень много всего сладкого, на первое время можно чем-то заменить, шоколад заменить, фруктами, заменить какими-то батончиками, мюсли и т.д. На следующем этапе, когда вам уже полностью нужно убирать все сладкое, можно заменить какими-то видами спортивного питания. Сейчас я уже говорил в других роликах, очень много спортивного питания разного продается, с разными вкусами, с искусственными ароматизаторами, сахарами и т.д. Ну, безуглеводными сахарами, я имею ввиду, сахарозаменителями. То есть, делая различные рецепты, я там показывал, как шоколадный блин делать, да или просто размешивая протеин с каким-нибудь кефиром, можно сделать такой себе вкусный десерт, ароматизированный, ну и вроде как сладкий. Очень на самом деле психологически на диете помогает. То есть, сладкое за не диете, ну, самый лучший вариант заменять спортивным питанием. Если хочется чего-то прям сладкого, типа шоколада там или чего-то такого, ну, здесь силой воли вашей я стать не могу, здесь вам придется самим постараться и все-таки осознать, да, и понять, что вам это нужно исключить, все-таки потерпеть, да, до своего чутмила воскресного там или субботнего, когда вам вас проходит. Следующий вопрос, можно ли прибухивать на диете, в том числе пиво? Часто, на самом деле, задают вопрос этот, в комментариях к видео не пишут, а вконтакте частенько, да, вот когда с клиентами раньше работал, да, в тренажерном зале, вот через одного мужики приходят, через одного тогда начинаешь там про диету рассказывать, через одного просто, Александру, а что там пивка попить там, что, когда можно, нельзя? Постоянно этот вопрос, да, и решил тоже на него ответить. Ну, на самом деле, конечно, лучше это исключить, но, если прям очень хочется, читмил, я уже про читмил рассказывал, если вдруг вы не видели, вот ссылку я вам здесь дам, да, посмотрите, что такое читмил, вот, то есть это день, когда вы один день в неделю допускаете в рацион много-много всего, чего вы хотите, ну, много-мало, там, зависит от того, там, полвозраста, обмен веществ, уровень подготовки, там, и так далее, если вы большой мужик, вы можете много есть, читмил, да, если вы хрупкая девушка, значит, соответственно, меньше, но, в целом, это день, когда вы позволяете себе кушать то, чего вам на диете нельзя, да, ну, и в этот день, в принципе, там, пару бутылок пива можно выпить, да, если у вас какое-то торжество, там, типа свадьбы, да, например, там, скажем, в четверг, то планируйте свой читмил, значит, на четверг, да, а следующий читмил у вас по расписанию, там, в воскресенье, ну, и можно добавить какую-то, скажем так, употребить, там, дозу алкоголя, ну, если хочется, если нужно, да, удовлетворить свою психологическую потребность, единственное, конечно, в каждый читмил лучше этого не делать, хотя бы через один, вот, и алкоголем не злоупотреблять, так, так, можно ли есть фрукты на диете? Ну, фрукты на диете, фрукты фруктам рознь тоже, да, фрукты, каждая фрукта обладает разным гликемическим индексом, разным содержанием углеводов, да, если там это арбузы, ягоды, там, вишня какая-нибудь, бананы, там, и так далее, да, не волокнистые такие фрукты, с не такими грубыми структурами, как, например, у яблока, да, в виде клетчатки, которые представлены, такие, конечно, фрукты имеют более высокие, высокий гликемический индекс и такие, там, допустим, углеводные фрукты, как бананы, они имеют еще и более высокую калорийность, да, чем, например, яблоки, вот, поэтому, как бы, высокоуглеводные фрукты с высоким гликемическим индексом мы однозначно убираем, да, либо употребляем их в очень ограниченных количествах, да, ну, а если хочется каких-то фруктов, то, ну, желательно, чтобы это были яблоки, да, фрукты с низким гликемическим индексом, с низкой калорийностью, с низким содержанием углеводов. Вообще, как бы, на диете я стараюсь фрукты, ну, исключить, вот, ну, есть много за и против, кто-то говорит исключать, кто-то говорит не исключать, по своей практике я скажу, что мне без фруктов худелось проще, вот, и если я использую какие-то фрукты на диете, то это яблоки, да, ну, самые такие клетчатко-содержащие, низкокалорийные, вроде бы вкусные такие универсальные плоды, скажем так, то есть, ну, очень хороший вариант. Следующий вопрос, мне, кстати, по поводу отдыха задавали, да, уехал отдыхать, как там, питаться, тренироваться или не тренироваться, есть ли спортивное питание и так далее, но, если вы уехали отдыхать, скажем там, больше, чем на месяц, то, конечно, лучше какую-то диету держать, за питанием хотя бы немного следить и форму свою поддерживать, да, потому что, ну, месяц или больше, это, ну, довольно-таки длительные промежутки времени. Вот, если уехали отдыхать, там, как я, допустим, на неделю, на две, вот я две недели отдыхал, то, в принципе, я по питанию не заморачивался, я ел все, там, пироги, булки, торги, киперожные, багеты, батоны, там, ну, спагетти с сосисками, там, все подряд, а еще, кстати, в Вьетнам, Вьетнам одна из самых пьющих в мире наций пива, вот, у них, как бы, такой культ пива, у них очень распространено пиво, у них даже есть кафешки со своими собственными пивоварнями, то есть, ты заходишь, там, прям, стоят этичаны, там, датчики, там, вьетнамец ходит, что-то периодически там проверяет, вот, и столики стоят, бассейн, шезлонги, все как надо, и там сортов пива, каких хочешь. Я вот темное пиво вообще не люблю, ну, там, есть такие матные сорта темного пива, ну, как, допустим, в такой стране приехать, да, раз в год отдохнуть, и, блин, нет, я на диете не буду, да, конечно, блин, ты там отдыхаешь, все сорта пива, там, допустим, 8 сортов пива, да, по 250 стакан тебе попробовать, это сколько уже получается, блин, 2 литра, да, ну, 8 за раз я, конечно, не пробовал, я там, брал дегустационный набор, там, 4 стакана, вот, 4 сорта попробовал, там, в следующий раз, там, другие 4 сорта попробовал, вот, потом выбрал, как бы, для себя, там, пару сортов пива, которое мне понравилось, его пил, конечно, ну, и спортивное питание, да, я брал с собой, то есть, у меня, там, примерно, 3 основных приема пищи были, там, завтрак, обед, ужин, ну, между приемами пищи, между завтраком, обедом, между обедом и ужином, все равно, там, протеинами, на кислоты я употреблял, потому что организм все равно в это время восстанавливается, да, белок ему нужен, да, ну, я считаю, что даже на отдыхе все равно, все, достаточным количеством белка нужно свой организм снабжать, тем более, что ты там ешь, ты же не ешь, там, морепродукты ведрами, например, да, там, за обедом, все равно, ты, там, за обычные приемы пищи ты белка получаешь не так много, тем более, там, за питанием, когда не следишь, все равно, ну, я считаю, что нужно компенсировать, да, я брал себе спортивное питание, я компенсировал, по поводу тренировок, ну, это за две недели сходил в зал два раза, ну, и так очень легко потренировался, чисто просто кровь погонять, вот, ну, тоже не вижу смысла особого, что там, на отдыхе убиваться, две недели уже отдохнул, как бы приехал, уже начал там тренироваться, кстати, да, я ел там все подряд, немножко набрал, конечно, форму подпортил, но процентов на 70 за неделю, которую я здесь нахожусь, я ее уже вернул, вот, то есть две недели я жрал, да, и портил свою форму, да, и процентов на 70 за первую неделю я уже вернул, но я думаю, что еще неделю максимум и все будет в порядке, ну, как раз получается, две недели жрешь, две недели сидишь потом на диете, как бы у тебя все нормально, вот таким вот образом, поэтому, если поехали отдыхать куда-то ненадолго, да, там, на неделю, две, три, то, я думаю, можно не заморачиваться, да, потом просто приедете, возьмете себя в руки, да, сядете снова на диету, снова начнете там правильное питание и все у вас нормально, на места встанет. Так, сколько пить воды? Вот буквально недавно задавали к предыдущему ролику, или не к предыдущему, ну, недавно буквально задавали, вот мне опять этот вопрос в очередной раз. По воде я тоже, как бы, умею читать, умею слушать, смотреть, там, все эти научные высказывания, сколько там нужно, где чего, воды, там, 2-3 литра, там, и больше, что вода там на все влияет, но я скажу с практической точки зрения, что я там много пил, что я много не пил, я его пробовал, да, одно время, но, я скажу, какую-то разницу там особо я не увидел, да, но и по воде, вот если по идее могу заморачиваться, да, вот что-то по воде я постоянно забываю, и одно время тоже хотел все, думаю, все-таки надо пить, да, надо пить больше, я забываю про эту воду, вот, жажды нет, все равно голод, как бы, голод он появляется, а жажда, она, как бы, гораздо более реже, вот, тем более ты когда ешь на диете, да, вот я, допустим, в основном там помидоров много ем, да, каких-то там огурцов, они же все равно воду, воды много содержат, да, и чувство жажды, оно, по правилу, в течение дня практически вообще не возникает, вот, и поэтому по воде я особо никогда не заморачивался, я всегда прекрасно худел, как бы, и почки у меня там все нормально, как бы, работали, да, но я не знаю, но опять же, я не скажу, что я воду не пил, да, то есть, выпивал я воды достаточно, все-таки иногда хочется пить, ну, и съедаешь много водянистых овощей, да, там, типа огурцов, там, помидоров и так далее, все равно, что там вода содержится, поэтому, конечно, воду нужно пить, но я скажу честно, по своему опыту, я воду, сколько я воды выпиваю в день, я никогда не считал. Так, сколько белка нужно в день съедать? Ну, есть вот такие, опять же, да, стереотипы, вот я сдавал, когда анализы, последний раз, у меня белка в организме было немного выше нормы, но не немного выше, ну, я уже не помню точно, я помню точно, что, не помню точно, сколько имею в виду, но точно помню, что было выше нормы. Ну, для спортсмена это нормально, да, когда ты сдаешь какие-то анализы, у тебя там, может быть, витаминов там выше нормы, там, каких-то микроэлементов, там, минералов, там, белка у тебя может быть выше нормы, это нормально, потому что анализы эти рассчитаны на обычного человека, да, который спортом не занимается, спортсмену нужно повышенное содержание всего этого, да, и белка у меня было выше нормы, Я белка где-то ем, ну, по-разному, да Я могу и белка, и много есть на жесткой диете Когда жрать очень сильно хочется, могу там и 4 грамма на килограмм веса Но так в среднем, там где-то 2-3 грамма на килограмм веса я съедаю Учитывая, что я практически всегда ограничиваю себя в углеводах Стараюсь там после обеда их уже, ну, по крайней мере сейчас нам особо не есть То есть, ну, белка в моем рационе присутствует достаточно Вот где-то там, ну, от 2 граммов, да И все-таки я считаю, что кушать нужно где-то там от 2 граммов белка, да Независимо от того, там, на массе вы или на диете Вот, ну и как показывает практика, да, по содержанию, допустим, белка в моем организме То как раз, да, так и получается, что у меня там немного выше нормы этого белка При том, сколько я его потребляю То есть, как раз та норма, да, там, 2-3, там, может быть, немного больше грамма Мне на диете, ну, более или менее подходит Но я думаю, что вы не с планеты Марс, такие же люди, как я Думаю, у вас норма будет та же самая Там где-то от 2, 2,5, может быть, граммов белка Как на диете, в принципе, так и на наборе Так, еще один вопрос Сколько съедать там того или иного продукта в день Сколько творога спрашивают, сколько грудок, какие порции и так далее Но опять же, это все вычисляется в зависимости от того, сколько вам грамм белка нужно в день, да Если вы, например, там, весите, например, 80 килограммов, да Вам нужно, соответственно, там, от 160 граммов белка, да Ну, в грудке, например, содержится там 20, да Это сколько у нас получится? Ну, там, где-то около килограмма курицы, да Ну, да, где-то около килограмма, там, грамм 800 курицы получится нужно, да Но, естественно, вы только курицу есть не будете, да Вы будете есть еще какие-то продукты Ну, примерно рассчитывайте, чтобы у вас совокупность вот этих вот продуктов, которые вы съедаете, да Вместе со спортивным питанием составляла вот эту вот норму, да Там, 150-160 грамм белка, вот И в зависимости от этого, как бы, корректируйте свои порции, да Какая там порция у вас? Если вы там весите 120, у вас будет одна порция Если вы весите 70, у вас будет другая порция То есть порция, они определяются в зависимости от ваших потребностей Сколько вам нужно белка, да Если у вас, там, допустим, вы посчитали, что у вас там Три приема, там, куриной грудки, например, да Там, прием творога и прием спортивного питания Да, и у вас там порция грудки, например, там, 400 грамм Значит, у вас, соответственно, одна порция грудки будет, там, 150-170, там, в сыром виде, да Творога, там, будет, например, 150 грамм, там, и порция протеина, там, 40 грамм, например Вот, ну, то есть, исходя из этого, делается вывод, какие у вас будут порции Ну, вот, собственно, и все Друзья, еще такой к вам вопрос Вот, эти ответы на вопросы записал, да Есть ли еще какие-то вопросы по диете? Напишите, пожалуйста, в комментариях И, нужен ли такой ролик с ответами на вопросы по набору массы? Если нужен, то на какие вопросы нужно ответить? Вот, жду ваших комментариев, жду ваших лайков, если вам понравилось видео Если еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь С вами был Александр Добромиль Пока! Субтитры сделал DimaTorzok